Я в весеннем лесу Я в весеннем лесу Я тоже хотел бы угоститься сырым Это прекрасно Они потом нам пригодятся в таком же сыром еде В принципе Готовка еды Это процесс творческий Он или есть Или нет Я видел очень много людей, которые всю свою жизнь готовят И Я больше скажу, Кирилл Есть люди, которые покупают кулинарные книги Пишут кулинарные книги Особенно те люди, которые пишут кулинарные книги Люди, которые Приходят и со знанием Дело садятся в ресторане И говорят, ну конечно, это все не то Они готовят круглосуточно Но нет искры, нет таланта А есть люди, которые раз в 4 года Сварят сосиски Подадут жене Сегодня будем брать талант Хорошо, тогда Я смотрю, у нас есть мука, овощи, кукуруза Рисовая лапша Зеленые растения И прочее С чего мы начнем? Мы начнем с основного блюда Горячего Это будет рисовая лапша С овощами Рисовая лапша готовится 1 секунду Даже не минуту, да? А остальное время будем брать талант Талант Хорошо, значит, давайте Ну очевидно, что понадобятся нам вначале какие-то досочки Конечно И прошу вас Так, для начала мы занимаемся овощами Что с ними нужно сделать? Вы мне покамадите? Нам нужен, скажите А у вас нет там, например, хвостиковый резатель у перца? Вот вашу передачу смотришь, там все время какая-то специальная Есть там прибор для удоставания лапши Я вам покажу способ Бориса Химичева Давайте Показывай, смотрите Раз Вот так Удаляет хвостик Во-первых, нам нужен разноцветный перец для эстетического восприятия происходящего Конечно, конечно А для вас важно, как блюдо выглядит? Конечно Это важно Я согласен, что для меня просто это архиважно Более того, я склонен полагать, что я могу, в принципе, даже определить Можно, посмотрев на блюдо, понять, насколько оно вкусно Да Ну, согласитесь, если из кинкали торчит гвоздь, в принципе, ты сможешь понять, как это будет на вкус? Так Что нужно делать? Нам нужен, так, перец нужно порезать Сейчас я, в принципе Каким образом вы хотите, чтобы я делаю? В принципе, вот такими вот Полу-такими штучками, да? Длинненькими, длинненькими вот такими вот штучками Мы это сейчас дело будем обжаривать, поэтому нам нужно... Ну, можно и так Я вдоль, вы поперёк Ну, на самом деле, нет, смотрите Да мои поперёк, глянись, я ваше вдоль Нет, я согласен, на самом деле, это же не важно Мы все творчески подходим к процессу Абсолютно верно Расскажите, пожалуйста, Кирилл, как часто вы, человек занятой, готовите? Очень редко Очень редко Расскажите иногда, что за повод должен быть Для того, чтобы вы отложили сценарий Или взяли в руки миксер? Ну, иногда это может быть сюрприз для жены Сюрприз для жены? Гости Прекрасно Или просто кушать хочется А вот вы из тех людей, которые, знаете, которые могут взять и очень красиво накрыть ужин на одного человека И самому сидеть и точить Простите, слово точить Что вы имеете в виду под словом точить? Дело в том, что вы долгие годы жили в Израиле За это время русский язык претерпел появились слова Точить, это означает быстро сосредоточенно есть Не широко раздвигая челюсти Это называется точить Вот, точить можно Нет, ну правда, потому что есть люди, знаете Ну вот вы можете такое, вот себе представить Что вот вы пришли домой и красиво, творчески себе привезли Потому что если я прихожу домой, например, я знаю, что мне не хватает никогда терпения И более того, у меня какая-то посещает странная мысль Что я, что если я сижу один за очень красиво накрытым столом и ем То это какой-то я узник замка Ив Какой-то я ущербный человек Нет, абсолютно с вами согласен, конечно, Иван Я могу сам себе, когда один, могу приготовить кофе Наверное, это максимум А что чаще всего ест Кирилл Сафон? Какой продукт, блюдо какое? Что вы чаще всего едите? Я абсолютно не притязателен в еде, поэтому нет никаких Что мы еще режем? Так, морковочка Морковочка, конечно, да, морковочка Зеленая морковочка у нас нет Лук порей Точно так же длинными Длинными? А как лук? Длинными, ну-ка Давай тогда морковочка А морковочка тоже длинными? Да Ну это прямо какие-то, прямо морковкой длинную, да, ночкой лунную Так, я, так А, вот такими вот штучками На, Семен, Семен Так, я сейчас пытаюсь То есть, в принципе, нет такого, ну, я не знаю, нет такого блюда, что вот прямо Ну, какое-то любимое какое-то блюдо Вот у меня, например, любимое блюдо У меня любимое блюдо, я не знаю Я, вот, например, люблю холодные котлеты Если мне показать холодные котлеты То я могу, в принципе, сказать, например, шпиону, где находится станция метро Менделеевская То есть, меня можно, меня можно в этом смысле, как бы, поймать Нет, у меня такого блюда нет Хотя, если подумать, наверное, есть, я думаю А что же? На самом деле, вот есть какая-то непритязательность в еде Главное, чтобы она была вкусной Меня даже, меня даже особо, у меня нет предпочтений там по кухне русская, восточная, кавказская Нет такого, да? Нет, абсолютно Так Так, Иван, нам нужно здесь навести порядок, вы, как хозяин, сделать это, нам нужно разогреть сковородку Разогреть сковородку? Ставьте, сейчас будет одна секунда А мы масло какое-то будем использовать? Да, обязательно, мы будем использовать кунжутное масло Кунжутное масло, да, конечно Ну, как масло для овощей, чтобы подать. Ну, знаете ли... В принципе, это блюдо можно назвать яичницей, потому что оно готовится столько же по времени, как и яичница. Это можно делать когда угодно. Можно сделать просто за 5 минут оно готовится. Кунжутное масло сразу дает нам запах восточной кухни. Восточной, там, китайской, тайской... А вы говорите, вы не любите. Вот вам все равно, что есть. А вы бывали в Таиланде, например? Нет. Нет? Я вообще очень редко выбираюсь издумать. Да ладно. Вы домосед? Ну как? Да. Вы домосед, серьезно? Как это интересно. Я даже не знаю, что спросить. А как же, у меня было столько вопросов про ваше путешествие на остров Пасхи. Да, про путешествие, про путешествие. То есть, ну, то есть, ну, а что же вас заставляет из дома выехать? Ну, вы неужели вы вместе с женой не выезжаете куда-нибудь? Нет, конечно, выезжаем, и на самом деле, как раз благодаря жене. Потому что... То есть, Саша является двигателем этого вопроса. Да, абсолютно. Вот это, друзья, вот так всегда. За женами мы едем. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Да. Да, так. Она почти у нас. В принципе, нам не нужно обжаривать до какого-то обжаренного состояния. То есть, нет, нет, нет. Нам нужно их размягчить. Они должны быть мягенькие. Ну, морковочка, чтобы размягчить, нужно все-таки... Ну, конечно, Иван, потому что так резать, и кто же так режет, морковочка. А так кто же мне сказал, что нужно тоненько резать? Я же... Вот, и как перец... Как перец я имею в виду... Как личность. Так. Смотрите, друзья, овощи готовятся в куджу-тамаске. А мы еще не положили парижку. Некундочку. Дело в том, что он уже сгорит тогда сразу. Он самый быстрый. Быстро приготовленный. Поэтому нам нужно сейчас... А зеленый лук не нужно? Нет? Нет, понятно. Жарить зеленый лук? Слушайте, а вы правда... Как жарить зеленый лук? Еще как? Здрасте. Вся восточная кухня на этом построена. Вы выезжаете часто из дома. Почаще. Вы еще узнаете маску. Да, от пельвени мясо добавляет стали. Так. Так, так, так. Да? Да. Вперед, вперед, вперед. Ну, на самом деле, можно уже сделать по горячее у нас. Нам нужно их размягчить, чтобы они были не зажаренные, а вот сейчас чуть-чуть потемнели. Отлично. Я оставлю Кириллу на секунду заниматься размягчением овощей. Друзья, у нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. Вы знаете, что «буханка» в переводе с польского означает «актриса» после премьеры. Пойду по Абрикосовой, сверну на Миноградную и на мясистые улицы. Поем я шаурмы, шашлычные, беляшные, хинкальные, пельменные. Как будто в детство Дания ведут меня, они, дорогие друзья, смотрите на канале. У нас гостя сегодня Кирилл Сафонов, и мы с Кириллом на самой большой температуре. Добавляем соевый соус. Клубное масло, соевый соус. Все, овощи должны быть длинными, такими, как паста, да, такими? Так, хорошо, добавил. А какое самое любимое блюдо в исполнении вашей жены у вас? Вот тут я хотел бы сейчас внести коррективы в вашу семейную... Все, все, на самом деле, да. Ну что, Саша больше всего любит или готовит? Готовит. Она готовит потрясающее мясо. Вот она любит готовить мясо, да. Мясо. А секреты я у нее не выспрашивал. А какой Кирилл? Я просто не понимаю, серьезно. Как вы выспрашиваете? Вы с Кириллом снимаете. Саша одна из самых гастролирующих и активно участвующих в музыкальной и творческой жизни певиц и актрис в нашей стране. Как вы, когда бывают вот эти вот, как вы умываете? Бывает ли такое, что вы приходите домой, а вдруг вас ждет ужин, не заказанный из ресторана? Дело в том, что... Нет, я сейчас объясню. Вопрос, в принципе, он риторический, и каждый может на него ответить себе сам очень быстро. Если есть желание... Если нет желания, люди проводят вместе... То есть все дело в нас. Мне поздно, Радожда сказал, я говорю, Владимир Владимирович, как вы все успеваете? Вот как так получается, что вы и это, и это, и это, и еще и все не сыграть 18 часов в день? А я просто планирую все. Так. У нас есть еще один основной грядинок, это индейка. Индейка. В чем универсальность, да. На данный момент она у нас уже отваренная. Вареная филе индейки. Как мы ее нарезаем? В принципе, это должна быть такими мелкими кусочками под стать овощам. Под стать овощам? И она должна тоже немного размягчиться и просто впитать в себя все происходящее. Я с огромным удовольствием ее обожаю вареную птицу. А у меня, кстати, пока... Вареная птица, я однажды, я сейчас услышал и сварил моего волнистого попугая. Иван, знаете, можно я сейчас сделаю один комплимент? Пожалуйста. По-моему, Станиславский. Он никогда не хвалил актеров, но когда актер что-то делал хорошо, он подходил к нему. Как вы это делаете? Станиславский. Я не понимаю, как вы это делаете? Вот приблизительно это то же самое. Я хочу вас каждый раз спросить. Ваня, как вы это делаете? Я объясню вам эту ситуацию. В ухо говорю. Есть такие румынские томлетки. Две в день. Так, у меня очень хороший химиопат. Кипяток. Кипяток. Извините, получилось очень смешно. И я услышал. Кипяточек. Так, я поставил, сейчас закипит. А как вот это делать? Я вот не знаю. Как вот это делать? Это просто берется любая лоханка. Лоханочка. В нее... Прямо кладется. Да. Раз, два. Сколько? Я не знаю, сколько. Давайте трис. Трис. Давайте трис. Трис. Мы, это, трис, это по-литовски три. Трис. А трис-де-бург, это по-литовски троюродный брат Криса. Так. Что мы делаем сейчас? Я правда, я очень боюсь. Самая большая моя проблема, это не переварить пасту. Поэтому я всегда отношусь с большим трепетом и страхом. Что нужно делать? Закипел. Закипел. Заливай. Заливай. Так. И потом прям целиком? Угу. Так. Залил. Ну и пять минут засеку. Пять минут? Да. Выкладываем? Нет. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Подожди, подожди, подожди. Смотрите, вот мне кажется, что... Сейчас, сейчас, сейчас. Мне кажется, что... А вот как вот сейчас вот, Кирилл, вы узнали, что нужно добавить своего соуса? Ну я же сказал, что никак. Я почувствовал. Захотелось. Я могу сказать одно. До чего же вкусна вареная индейка? Причем это, койму, какая-то... Я надеюсь, что мы ее сейчас не испортим. Все сделали. Так. И сейчас, буквально те же самые пару минуток, вот так вот и я. Так, наша программа выходит на Первом канале. Мы не можем не упомянуть сериал, который называется «Хранимый судьбой». Расскажите, пожалуйста, Кирилл о вашем участии в этом эпосе. Рассказать об участии или о проекте? Ну, о проекте, о вашем участии, потому что у нас это вызывает резонанс. Я не знаю, вот по привычке хочется все время, чтобы камера видела глаза. Но я сейчас готовлю, ребят, поэтому извините, я буду готовить. Пожалуйста. Так вот, на самом деле, конечно же, этот проект для меня большой подарок судьбы. Не знаю, насколько там что получилось в творческом плане, в профессиональном, но по-человечески это, конечно же, был для меня подарок судьбы. Но встреча с такими артистами является подарком? И на самом деле, только продюсерам не говорите, на самом деле, я готов был там сниматься бесплатно. Вот сейчас они, конечно, расстроились, продюсеры, потому что могли купить еще один комплект. Я бы с удовольствием, на самом деле, я с удовольствием бы снимался. С такими людьми? Да, конечно. Ну, сказать, что это глыба, это ничего не сказать. Сказать, что Армен Джигарханян глыба, или Борис Химичев, или Анатолий Равикович, ушедший от нас, к сожалению. Это, я так понимаю, одна из последних работ от Друзья. Да, ну это, конечно. А вот каким образом? Просто, например, я тоже снимался с глыбами. Ну, это знаменитый фильм «Мальчик среди глыб», где действительно я снимался среди камней. А вот, когда я снимался с артистами, скажем, старой школы, мне всегда было как-то неловко к ним подойти и сказать, ну, отдайте мне что-нибудь из того, что вы знаете и что вы умеете. Поделитесь со мной, наставьте меня. Одну секунду, Иван, как человек, единственный из нас двоих, у которого есть часы, вы здесь искали время? Время прошло. Да? Это золотые часа, они не ходят. Прошло пять минут, нет? Да, пять минут прошло. Так, ну что, по-моему, выглядит красиво. Я уверен. А? Так, единственное, что… Скажите, а процеживать надо эту лапшу? Не надо. Да не нужно процеживать, Иван. Так, я, вот она стекает вся. И скоро вся уже стечет. Куда ее? Нести вам? Конечно. А вот сейчас она, сейчас она. Все? Ну, вот еще чуть-чуть. Да ладно, Иван, давай. Давайте без перфекционизма. Все прям так? Вот тут у меня жена тоже перфекциониста. И все нужно, чтобы было, чтобы довести до… Прям предлагаю, смотрите, даже при помощи вот такой вот штуки. Ах, вот. Конечно, на этом мы разделяем. Я ждал этого момента, когда появится для меня тоже какая-то хитрая штука. Каждый раз, каждый раз на программе какая-то хитрая штука. Смотрите, это так вам всегда кажется. Меня радует это, меня радует. Вас радует. Спасибо, что порадовала. Смотрите, вы знаете, какого красивого, зато какой цвет. Прекрасный цвет. Смотрите, какой цвет. В принципе, в принципе. Блюдо готово. Еще вот, да, ну еще две минуты. Все. Вот. Да? Выглядит неплохо. Так. И? И? Я не знаю, что сделаю. Ну давай. Ах, кунжутика сверху. Давай, аккуратные семечки посыпай. Ну хочешь? Ну хочешь, ну давай зеленым луком сверху посыпай. Ну чуть-чуть. Ну давай. Ну что ж. Я же, ну пускай, да простит меня Саша, который скажет, да что такое моему мужу мешает готовить. Нет, я прямо, прямо вот-вот-вот, вот так вот сделаю чуть-чуть, прямо чуть-чуть. И вот это, вот так вот. Ну друзья, вот это похоже на... Так вот, когда я говорил про талант, я в принципе это имел в виду. Да, да, да. Что вышло для меня... Друзья, вот сейчас можно аплодировать, пожалуйста аплодируйте. А давай я первый попробую и скажу вообще, стоит ли это... Да чего, ага. Я сейчас как-то, я... Как Славиславский хочу спросить сейчас, как это получается вот. Пробуй. Удалось. Пробуй. То есть мы прямо едим как эти самые, прямо отсюда? Да можно в принципе руками. Нет, руками. Руками можно? Я очень люблю есть руками. Правда? Да. А мягкую пищу? На мой взгляд это прекрасно. Юра, а можешь есть руками? Мягкую пищу. Нет. Так, дальше. Так, ребята, честь и хвала. Мы таланты. Честь и хвала. Это ты талантливый. Нет. А я... Я талантливый это накрою, чтобы это не остывало. Без тебя у меня ничего не получилось. Талантливый накрою, чтобы это не остывало. Так, я предлагаю вам посмотреть рекламу на первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что джиз-быс в переводе с киргизского означает. Девчонки, оставайтесь у нас ночевать. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что вместе мы не вышли из пивной. И вместе жить не будем в Вортердаме. Дорогие друзья, смотрите на канале наш гостяк сегодня. Мы готовим блюдо. У нас уже готово блюдо. А что мы сейчас должны приготовить? В принципе, нам вода нужна для паровой бани. Первое блюдо мы назвали яичницей по времени готовки. Этот мы назовем... Не знаю. Сейчас придумаем. Это что-то очень быстрое должно быть, да? Да, это очень быстрое. Иван, как обычно. Овощи на твоей совести. Сейчас это у нас будут овощи с сырным соусом. Овощи с сырным соусом. Окей. Что нужно сделать с овощами? С овощами крупно порезать. Крупно порезать. Где наша кастрюлечка для паровой бани. Вот эта вот кастрюлечка для паровой бани. И, видимо, овощи надо положить в стакан. Зачем в стакан? Так просто не закателось. Но если мы их крупно режем для того, чтобы макать, овощи всегда удобно и проще доставать прямо из... Вообще, вообще это хорошо. Вот когда творческий процесс, это хорошо, когда существует какая-то история, когда люди все это делают совместно. Вот Иван говорит, я вообще хотел на тарелки, но Иван говорит, хочу в стакан. Да, пожалуйста, Ваня, давай в стакан сделаем. Тарелки. Конечно. Так. Так. Какие еще нам очень нужны? Перец, наверное, да? Да. Перец разный. Огурцы. Пока у нас сливки. Нагреваются. На водяной бане? Да. Это мы добавляем ракфорио? Да. Это мы добавляем. Это добавляем дорблю, ракфор или любой понравившийся сыр. Кстати, большинство рецептов, которые я знаю в последнее время, я им не перенял своей жены. Да ладно? Конечно. Хорошо. То есть Саша... Вот, например, она вот так делает прекрасно вот этот сырный соус, что... Ммм, пальчики оближут. Слушай, а вот мне интересно всегда было, а как вот с компаниями обстоит дело? Потому что высадки из разных, и, ну, как бы, ты из актерской среды, Саша из музыкально-шоу-бизнеса. И вот как у вас, у вас кого в компании больше? Представителей Мельпомены или представителей Пригожина? А почему вы все время как-то профессионально рассматриваете этот вопрос? А с человеческой точки? С человеческой точки? Два замечательных, два замечательных человека. Да. Саша и Кирилл. И у них замечательные друзья. Я уверен, что у нас замечательные, у нас замечательные друзья. Которых вы не делаете по принципу, кто где работает. Они у нас, на самом деле у нас, вот если взять профессиональные там... Ну, кого среди, кто, кто, да, кто среди ваших друзей преобладает? А как вот в первом блюде, всех, кто поровну. Всех поровну, да. И всех к кунжутном масле. А что, значит, это растопленный... Растопленный... Сыр с плесенью в сливках. Сыр с плесенью в сливках. Все. Ничего больше не добавляется. Ничего больше не добавляется. А это переливается потом в холодную какую-то посуду? Дальше. Ну, это желательно, конечно, потом охладить в холодильнике. А что должно произойти с ним? Вот оно должно сейчас вообще в однородную массу. А это, по-моему, уже однородная масса. Ага, дальше. Так, ну, давай, Вань, включи талант. Что? Лед. Нет, я думал, что ты сейчас достанешь какой-то зеленью. Подожди, 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 подожди. Давай придумаем чего-то. Давай придумаем. Ты что, туда прям хочешь бросить? Нет, лед туда не хочу. Я хочу берут против. Давай, 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 укропа туда... Смотри, лед, смотри. Если на... Я следую логически. Если на паровой бане он растапливался, значит, на ледяной бане он будет остывать. Он будет остывать. Так, абсолютно с тобой согласен, потому что... Потому что нам так хочется. Это уже является критерием оценки. Вот, 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 вот эту штуку я возьму. Да. Аккуратно. Аккуратно. Так, друзья, теперь смотрите. И вот это мы, да, переливаем прямо сюда? Абсолютно, да. О-о-о-о! Хватит достаточно. Мы можем сюда, конечно. Так, теперь мы это раз поставили на лед. Так, и это сейчас. Это мы раз и поставили сюда. Это мы взяли и выключили. И вот это теперь... И вот это, друзья, теперь... Это дело я люблю, да. И вот теперь запомните, что вот это должно в холодильнике, конечно, несколько... Остыть. Оно просто должно загустеть до... Ничего. Ничего. Так. Вот как раз-то кукуруза, про которую я говорил. Она тоже идет. А ее резать не надо. Ее можно выложить вот сюда. Не ее просто, да. Ивана. И пока это происходит... Ну, нет, мы его назовем. Сливочная жижа. Краткий курс счастливой кулинарии. Можно это так. Кстати, хочу спросить. Да. Кирилл, как вы относитесь к тому, что ваша партнерша по фильму Светлана Ходченкова на тебе и с Хью Джекманом сейчас будет... На смену вашему персонажу пришел Росомаха. Светлана Ходченкова будет сниматься в фильме с Хью Джекманом. С человеком, с которым я связан, поцелуем в программе «Прожектор Филисфилтон». То есть понимаете, что мы через одного человека с вами целовались. Но я-то... Вы целовались с Ходченковой, я целовался с Хью Джекманом. И когда они поцелуются, сойдутся на небе железные врата, откроются двери, оттуда выйдет Юрий Левитанский, поэт. Сейчас меня немножко в сторону шальнуло. Давайте я качнуло. Вернемся. К началу вопроса, да. В чем был вопрос? Вопрос... Это сейчас и мне сложно вспомнить. Дело в том, что... Да, вопрос в том, что... Ну вот как? Вот как вот отношения? Вот радуетесь ли вы за коллегу? И ждете ли вы предложения от... Я-то был первый. Вау. Да? Вау. Значит, я хочу сейчас... Быстро рассказываю, как готовилось, потому что это очень важно. Зрители наши помнят. Значит, готовилось так. Морковь нарезается длинно. Болгарский перец нарезается длинно. И лук-порей. Лук-порей нарезается тоненько тоже, длинненько. Вот это все мы обжариваем в кунжутном масле. Последует до размягчения. Сначала морковку, и перец, потом добавляем. Потом добавляем туда лук-порей. Добавляем соевый соус. Все это в соусе тоже мякнет, 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 мякнет. Надо на самом деле здесь отметить, что индейку можно заменить на что угодно. Это могут быть креветки, это может быть курица, это может быть циртофа, может быть, если вы, например, не едите мясо. Но мы добавили вареную, отваренную уже предварительно индейку, порезали ее на такие же приблизительно. Тут важно, чтобы все было одинакового размера. И положили туда же. Все это перемешали. Потом за 5 минут залили кипятком рисовую лапшу, смешали все это вместе, добавили куджутных зерен и зеленого лука. Пожелание зерен. Сверху пожелание. По таланту. Растопили на водяной бане сливки, добавили туда сыр с плесенью, порезали овощи, взяли кукурузку, макнули кукурузку. Обмакни кукурузу, казак. Ну в холодильнике она должна постоять, чтобы застыть. Она тогда будет не стекать. Она не будет тогда стекать с кукурузой. Я считаю, что количество сливок и сыра тоже может быть в зависимости от того, что кому нравится. Можно, можно... Кирилл, я попробую. Да, я попробую все-таки. Давай. Мне кажется, это должно быть уверенно и вкусно. Друзья, вот сейчас у меня ощущение, что я захожу в сингапурский порт и мне говорят, китобой, китобой, не хотим мы есть с тобой. И тогда я иду обратно на свою шхуну, достаю сковородку и готовлю такое блюдо. Давайте поаплодируем Кириллу, который замечательно все это приготовил. Кирилл, у нас есть подарок для вас. Для вас, поскольку вы перешли на ты, я имею в виду всю вашу семью. От нашего спонсора. Корзина цейлонского ароматного чая Акбар. Чай Акбар. Неизвлекаемый источник бодрости, как у тебя, энергии, как у Саши и хорошее настроение, как у вас обоих. Слушай, ну потрясающе. На самом деле, по крайней мере, жена моя очень любит чай. Конечно. А если ты не любишь, так и... Ваня, спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо, было очень приятно. И вкусно, самое главное. Друзья, готовьте, готовьте своих любимых. Это было талантливо. Ребята, это было талантливо. Я и сказал тебе, который это там все сделал. И это правильно. Не надо скромнее. На секунду, Кирилл, сейчас оставлю. У нас будет короткая реклама, после которой... Какая реклама? Реклама не будет. Сейчас будет пауза, друзья. До следующей передачи. За эту паузу вы можете, кстати, например, на досуге узнать, что фритюрница в переводе сербского означает бездетная вдова.